Есть такая хорошая молитва. Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, и не изменять то, что я не могу изменить, и не путать одно с другим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Вот я сейчас, когда оглядываюсь, да, и вижу вот тот первый день, когда я приезжаю на постоянную жизнь в Чехию, это было вот в марте 86-го года, я выхожу в Праге из поезда, да, меня встречает жена с сыном, я очень хорошо помню, у меня рваные ботинки и мокрые ноги. И первым делом мы идем в Удивермаг Котва, и я покупаю себе новую обувь, а старую снимаю и тут же выбрасываю в урну. Вот это вот первый день. И этот первый день, это вот как раз и есть вот эта вот точка, начало новой судьбы, новой же поворота. Тут вот что нужно сказать, что это как раз было время огромных политических катаклизмов, когда рушились страны, раскалывались, изменялись, менялось общество, менялись социальные системы. И я это сейчас, глядя в прошлое, могу сказать, что когда происходят вот такие процессы, типа гражданских войн или вот социальных разломов, то какая-то активность со стороны человека бессмысленна. Надо просто ждать, куда тебя вынесет этим поток. Ну, то есть, когда тебя несет, скажем, горной рекой, ты можешь барахтаться, а можешь не барахтаться, все равно тебе принесет в одно и то же место. Ты с этим потоком ничего не сделаешь. И вот такое барахтание в этом потоке, и были мои попытки куда-то уехать. Я помню, что началось это с того, что я отсюда ездил к своему другу немецкому в Берлин. Тогда как раз пала берлинская стена. Она еще и не была разрушена, дырки только в ней были. И вот мы с ним пошли гулять в западный Берлин через дырку, через эту. Вот мы гуляли по улицам, и я видел этот яркий, блестящий западный мир с его витринами. И мне стало так тоскливо. Почему, я попробую объяснить. Он был совершенно другой, чем тот мир, в котором я жил. Он был ярче и примитивнее. Просто надо понимать, что мы жили в очень сложную эпоху. 70-е годы это была одна из самых сложных эпох, а может быть самая сложная за всю историю Советского Союза. Это были сложные люди, это были умные люди, это были сложные беседы, в ходе которых, не просто болтовня, а беседа это то, в ходе чего рождаются новые мысли. Диалоги. Диалог, в ходе которого рождается мысль, которая бы без этого диалога у тебя не родилась. Может быть это связано с тем, что люди не интересовались, ну, политической жизни же не было, да, был тоталитаризм, так называют, да. А что это значит? Это значит, что была отрезана вот эта вот политическая, то есть люди этим не интересовались, люди этим не жили, но люди жили другим, той же литературой, тем же искусством, да, теми новыми вещами в науке интересовались. Сейчас есть такое, ну, вот эти вот, пока родился интернет, родились все вот эти фейсбуки и прочее, но это болтовня, там мышления нет. Вот когда почитаешь, это просто человек заявляет о себе, вот о нем никто не знал, а теперь вот он сказал что-то, а в основном матом, да, о ком-то сказать гадость, да, но это, в общем, это было всегда, это все, что называется светская жизнь. Вот с этим начинается роман Толстого «Война и мир», вот этот салон Мадам Шерер, это тот же Фейсбук, разницы тут никакой нет. И я жил так, и у нас была такая среда, вот, и когда мы объединялись, вот три-четыре, и на протяжении трех-четырех часов мы разговаривали о каких-то философских или математических вещах, мы доходили до такой интенсивности мышления, что можно было уже в обморок упасть, тогда уже бежали за портвейном и начинали пить стаканами портвейн, и тогда расслаблялись, и тогда уже слушали, тогда уже играли на гитаре и пели, но это был и не просто разговор, это был способ мышления. И тот, кто не окунался в такой способ мышления, вот что я хочу сказать, он просто не знает потенциальных пределов своего собственного мозга, он не знает, на что он способен. И для развития своего мозга, для развития своей личности такая среда очень нужна. Ее нет. Ее нет. И вот я тогда впервые в Берлине увидел мир, который очень простой. и комфортабельный, да, но эта вся жизнь очень простая и примитивная. Я тогда этого испугался и решил, что если этот мир хлынет сюда и здесь станет так вот в Чехии, то надо выезжать, надо уезжать обратно. И я тогда собрался и решил уехать, жена не хотела уезжать, я решил уехать сам в Харьков. Пошел даже на станцию здесь в Будевицах, заказал контейнер. Не, я не заказал, я собрался заказать. Я пришел на станцию в контейнерную и видел очередь из советских офицеров, которые выезжают в Советский Союз, которые контейнеры заказывают. Он потом подумал, что у меня же ребенок, да, и работа, и я зарабатываю, я содержу семью, а уеду обратно, а там как будет с работой, все это. Я же вообще в Харькове пережил два года безработицы, я знаю, что это такое. В общем, я тогда решил не выезжать, остался. Ну, у меня очень болезненно это было. В общем, остался через сил. А потом вдруг, кто мог бы это предполагать, рухнул Советский Союз, исчез, развалился. А потом вдруг наступили 90-е годы, примитивные. Еще более примитивные, чем то общество, которое я видел на Западе. На Западе оно хоть как-то, так сказать, социально регулируемо. А 90-е годы в России и вообще в Советском Союзе, это были бандитские годы, это был чудовищный дикий капитализм. Жутко примитивный и жутко жестокий. То есть жизнь сразу рухнула до такого низкого уровня, до такого примитивного способа существования, о которых никто и не подозревал, и я не подозревал. И поэтому то, что я остался здесь, как-то, это меня спасло. Я бы там просто не выжил. Россия без всех может обойтись. Да, вот только без России русские не могут обходиться. А Россия разбрасывает направо и налево свой капитал человеческий. Так всегда было. Ну, Родина ведь это не просто земля, да, и кусок земли. Россия для русского это язык прежде всего. То есть русский это не тот, кто русский по крови. А тот русский по языку, для кого язык русский родной. Кто на нем думает, пишет, читает, да. Вот это и есть Родина. Если я не живу на русской земле, но я живу в русской литературе, в русской культуре, в русском кинематографе, я нахожусь на Родине. Поэтому я рад, что я остался здесь. Тем более, когда вот сейчас я живу на халупе, да, на своей, вот в своем имении, для меня это вот такой кусок того, что я могу назвать моей Родиной. Для меня это не Чехия, не Украина, не Россия, не моя любимая Греция, да. Для меня просто это кусок вот моей, моего тела, моей души. Вот я здесь чувствую себя, как я бы мечтал себя чувствовать. Вот это, вот можно, можно это описать в русском языке Родина означает то же самое, что в чешском «власт», а в чешском языке «родина» означает то, что в русском языке «семья». Вот можно сказать, что я Родину променял на Родину. То есть Родину по-русски на Родину по-чешски. И вот здесь вот, в моей усадьбе, в моем имении, среди моей семьи, я нахожусь вот в той маленькой Родине, в которой я могу сохранять нужную мне сложность. Ту сложность, к которой я привык, в которой я жил в 70-е, 80-е годы. А за пределами этой Родины, то, что вот в телевизоре я вижу, меня очень мало интересует. Да, можно сказать, что я отшельник. Я отшельник, смотря от чего. Отшельник – это тот, который уходит, он отходит от чего. Да, я ухожу, меня не интересует политика. Меня не интересуют массовые какие-то движения, массовые явления. И от них я ухожу, да, я отшельник. Но я не отшельник по отношению к культуре. По отношению к проблемам, к смыслам, к парадоксам, к стремлениям культурным. И поэтому я не отшельник, я внутри этого. А где я в это время сам живу, это не имеет значения. А ты счастлив? Да. Тут все чего добавить, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕВАЙТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok